Так, по поводу держательного. Вот она, эта нечисть. Вот так он ставится. Здесь магнит. Здесь боковина закрывается на магнит. Добро вам, здравия! Добро вам, краб! Сегодня смотрим компьютер за 3300 долларов или 232 тысячи рублей. Покупает его клиент Алексей. Изначально Алексей пришел с расчетом из компании Регорд. Я должен был пересчитать. Это как на гонке. Кто впереди, тот или новичок, а профессионал будет позади. Или у него своя тактика, стратегия. Мне пришлось Алексею рассказать и легенду, и миф, и правду, что на видеокарточках ASUS ROGX 3X RTX 4080 компонентная база выше классом, чем на аналогичных картах от компании ASUS, только модели TAV. В расчете от Регорда была посчитана видеокарта TAV. Я по цене не мог конкурировать. Потому что тысяча на две у нас чуть дешевле, чем в Регорде. А вот эта карта у нас разница с Регордом где-то 15-20 тысяч. Поэтому компонентное преимущество вот оно было. Правда, или легенда рельеф, или то и другое. Но вы сейчас смотрите видео именно здесь. Так, а что в 3300 долларов входит? Входит видеокарта. Входит два вентилятора Arctic P14. Они будут установлены на втяжку. Два родных вентилятора от Panthex P500 на вытяжку. Корпус Panthex P500. Интересная модель. Рекомендую смело. Это альтернатива Big White популярным. Здесь есть свои очень интересные приблуды. Морда открытая. Покажем. Посмотрим, что это такое. Как закрывается морда. Забота потребителя здесь на лицо. Блок питания Алексей хотел Panthex. У меня его у поставщика нету. Предложен очень компонентно интересный и в соотношении цена-качество интересный блок питания Deepcool PQ1000. Платформа Seasonic. Здесь я не придумал, не рассказал. Да, популярная модель. Но, к сожалению, из-за популярности на него цена тоже выросла. Так, блок питания Deepcool. По кулеру шли дискуссии. В итоге стоит Assassin 3. Данный корпус позволяет ставить такие, естественно, кулера. Максимальная высота кулера. Вот этот параметр 190 мм. Алексей хотел изначальный корпус Panthex G500. Но в силу того, что видеокарточки Asus жирненькие, я выбрал P500. У него разница по параметру. Максимальная высота кулера 5 мм. Вроде мелочь, но из-за мелочей строятся детали. И в деталях истины. Поэтому P500. По материнской плате я хотел и навязывал свое мнение. Хоть ту же самую плату, я тоже только на DDR5 предлагал. Нет, Алексей упорто-уперто шел в соотношении цена-качество и в экономе бюджета. На плату с DDR4. Это его выбор. В принципе, хорошо. По этой плате есть нюансы. Прошивка. Сначала прошивается для поддержки процессоров ратора 13-го поколения Intel NE. И только после прошивки Intel NE прошивается BIOS уже. Это нюанс. Память хотел Алексей Кингстон Фьюри. 3618 тайминг. Взята Team Group. Team Group это не лажа дешевая. Это очень интересный компромисс. Да, помимо меня рекламации не было. Короче, взята более доступная память от Team Group. Разница в цене где-то 3500 рублей. Бюджет ограничен. Поэтому, поэтому. 2 по 16, 3600. SSD подсистему Кингстон КЦ 3000. Компромисс по скоростям, по цене. По Pantex. Какую нахрен заботу о потребителе этот бренд проявил. Еще раз модель P500A. Это забота о том, как будет снимать потребитель переднюю морду лица. Нако правило идет на защелках. Вот они защелки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И что же сделал Pantex? Тестируется компьютер в корпусе MSI FORGE 112R. У корпуса MSI, как и у большинства корпусов, передняя морда лица фиксируется на 6 замков. Пластиковых замков. Вот таких. 1, 2, 3. И с той стороны 3. И это норма стандарта индустрии. Pantex же пошел в разрез этим стандартам. И он подумал о своем потребителе. При одном из очередных открытий вот этой передней панели для очистки фильтра новичок обязательно рано или поздно один из замков сломает. Да, они ломаются. Их ломают не только новички. Поэтому забота Pantex очевидная. Обзор по этим корпусам смотрите на YouTube-канале. Это защелки раздвижные. То есть здесь не будет риска поломать эти ноги. Да, очень часто потребитель без опыта при снятии этой морды лица будет ломать одну из этих ног. И это проблема. Здесь же установка будет вдавливать и заходить. И также при усилии она будет выходить. В принципе, такой способ крепления. Я в свое время применил фрактал. Здесь Pantex просто слезал. Это крепление у фрактала. Только у фрактала такое крепление, по сути, всюду. Там чуть-чуть поддел, и оно открывается. Очень ненадежное крепление у фрактала. Здесь же вот это крепление, скопированное у фрактала Pantex, держит надежно. У фрактала боковина закрывается вот на эти ненадежные защелки. Здесь надежные, там ненадежные. Здесь боковина закрывается на магнит. Сука, он реально крепко держит. у окна с оборотной стороны защитная пленка сейчас брендовых старших корпусах в корпусах верхнего сегмента пленку внутреннего решено убрать потому что на него же потребителя ручки маратия и обозреватели блогеры без причин следственной цепочки без понимания людям реально говорят если видит пленку внутри то это нет это изначально базу принцип если при транспортировки будет обрушение вот этого стекла то вот эта пленка предотвратит проблемы с внутренностями она хотя бы позволит удержать часть обрушения стекла то есть если раньше пленка на внутренней части стекла было нормы то сейчас ее убрали эта модель трансформации потребителей процессор intel core a7 13 700 к.ф. основа этого компьютера конечно красавица видеокарта хотели туфа в итоге rockstrix мне нравится подмена здесь понятия не было я не играл на чувствах потребителя я принципе да rockstrix котируется стоит дороже реверт на этом играет намного больше агрессивнее поэтому разница в цене которая здесь оказалась она алексей устроил я понимаю по карте у rockstrix дебильный держатель ну дебильно просто других слов нету сейчас выключим питание покажу как он держится здесь в основе магнита здесь резиновый упор все и отвертка еще впихнули держатель д рекомендую аккуратнее быть алексей и предложил вариант что для транспортировки заклеить клевым пистолетом так волосы сюда не входят по видеокарте вот эти красивые барашки для фиксации видеокарт не использую используются винты большой шляпкой для жестких дисков именно ими креплю видеокарту так ну а дальше просто щелчок порта писи экспресс вы должны услышать как он закроется что с этим кабелем его вытаскивать не надо вот этот кабель переходник один раз подключили и оставить и при демонтаже видеокарточки если потребуется вот это отключать а это оставлять это очень важно охлаждение вот они два арктика по 14 пвм пст стоят они по цепочке один другой цепляются бюджет ограничен алексей спрашивала надо ему ставить еще дополнительно к этим 4 2 нет не надо но я настоятельно предлагал алексей процессор ника f а.к. и рассказывала легенду про теорию рисков риск-менеджмент а почему она сидела вот на этом месте без сказки хотя пару месяцев назад через несколько павильонов сверху прилетела арматура в голову сотруднику приехала куча служб то есть вы здесь это реальности алексей сидел без сказки а вдруг а что риски какие мы живем во время перемен эта видеокарточка это будет риск-актив а то есть в случае проблем он может стать инструментом получения наличности у видеокарта asus rockstrix максимальная ликвидность в случае чего можно будет видеокарту продать и жить если потребуется процессоров kf нет встроенной графики у к он есть у людей есть легенда что к и в графике нет поэтому они надежнее потому что лишние убрали не то политографии она там есть то есть в кайф процессорах изначально также присутствует графика только выключили или второй вариант менее вам интересным будет она по отбраковке выключена потому что не рабочие 13700 кей это процессор встроенной графикой по поводу рисков если что-то случится видеокарточка будет присутствовать до порты и ввода вывода они на материнской плате есть надо эту видеокарточку вытащить куда-либо и и пристроить пожалуйста используйте временную графику из процессора intel короче разница в снического процессора мизерная тысячу рублей то вот именно тысячу я пытался алексею долго эту теорию предложить и хотел предложить процессор со встроенной графикой к во первых мне было бы удобней прошивать bios со встроенной графикой да здесь я свои меркантильные интересы соблюдал или клиентский интерес это вам решать а да то есть если была в графика ящика мне не пришлось бы при прошивке bios включать видеокарту а эта плата где эта плата а у этой платы нету функции аппаратной прошивки bios надо оставить процессор 12 поколения и вшить по прошивке отдельное видео будет посмотрим что там так по поводу держателя вот она это нечистка так он ставится здесь магнит и вот эта резиновая бляха нога она держит видеокарту вот так вставили очень надежно или очень ненадежно мне ни хрена не нравится так все на этом пока питер обзор закончили алексей пришел спасибо алексею за ожиданием Theater liked алексей 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 Продолжение следует...